Бог ртов, друзья, и мы с вами сегодня начинаем новую главу, четвёртый перег тратата Сан-Эдрин, Мишна-Алев. И четвёртая глава начинается с разбора различий между делами, караемыми смертной казнью, Диней-Нафашот, и между делами имущественными разборками, Диней-Мамунот. И так говорит Мишна, «Эхад Диней-Мамунот в Эхад Диней-Нафашот» общий знаменатель между делами, караемыми смертной казнью и делами имущественными. Бедриша, что и в тех, и в других случаях необходимо делать две вещи. То есть свидетелей допрашивают определённым образом. Есть Дриша, есть Хакера. Как мы, да, сказали уже в предыдущем, как мы будем говорить в будущем, Переке, Мишне-Алев. Как сказано, «Мишпа-Тихад Елахэм» «Один суд будет у них». То есть у Бединой-Нафашот Катуф написано про вопросы, связанные с жизнью и смертью. «Ведера, что в Эхакарте вышелат хейтеф» «Что хорошо разбери и расспроси». И спроси, даже трудно это перевести, да. То есть взыщи, изыскивай и расспрашивай. Хорошо. Написано, да, про вопросы, связанные с жизнью и смертью. Однако. Мудрецы, мудрецы потом вмешались, как мы с вами уже говорили, и ввели своё постановление. Они ослабили вот эти вот допросы именно в делах имущественных. Да, причиной тому было «Шелотин аль дэлет бифней ловим». Да, чтобы не закрыть дверь перед теми, кто нуждается в суде. Почему? Потому что, да, это устрожение. Дрешай хакера. Сильный допрос перекрёстных свидетелей, да. Бетвют, Каспиот, Яхулали и Громныках. Если в имущественных делах мы будем так сильно допрашивать свидетелей, то это может привести к тому, что люди просто откажутся одолживать деньги в долг. Зачем мне это надо? Я тебе одолжу деньги в долг. А потом буду сломать голову моих свидетелей, будут допрашивать таким образом. Они в итоге откажутся. Я просто не докажу, что ты должен мне денег. И люди изначально перестанут одалживать деньги. Поэтому, несмотря на то, что Туран на самом деле требует одинакового отношения и в делах имущественных, как в делах, которые караются, могут караться смертной казнью, тем не менее, да, мудрецы сделали послабление в имущественных делах ради людей, которые нуждаются в суде. Маббэй Деней Мамонок, Деней на Фашот. Хорошо. А в чём различие между делами имущественными и делами Деней на Фашот, жизнью и смертью. Келомар, как сказано, Афаль пиши, Шавимбе Дришау Бахкера Медин Тора. Несмотря на то, что по Торе они одинаковы в отношении Дриша и Хакера, допроса свидетелей, так как написано, Мишпаты Хадь Елахэм, будет у вас один суд. Тем не менее, они различаются степенью попытки оправдать человека или наоборот осудить его, подсудимого. Шакен Баденей на Фашот, муха хим бисхутоши ранидон. Потому что в отношении вопроса жизни и смерти мы стараемся максимально оправдать подсудимого. Кде или от силом ионы, чтобы спасти его от смертной казни. Как сказано в Торе, Игна можно привести «Спасет община убийцу». Но в вопросах имущественных так делать нельзя, потому что оправдать одного это значит обвинить другого. Тогда как в вопросах жизни и смерти подсудимому грозит смертная казнь. И вот поэтому какая существует разница. Первое. Как мы уже говорили, имущественные дела могут разбираться с судом, состоящим из трех судей. Тогда как вопросы, караемые смертной казнью, разбираются только судом из 23 судей и более. Дела имущественные можно начинать как с обвинения. Да, может сначала выступить прокурор. Так и с адвоката, то есть с защиты. Может выступить сначала адвокат. Разницы нет. Почему? Потому что оправдывая одного, ты обвиняешь другого, или обвиняя одного, ты оправдываешь другого. Поэтому здесь разницы нет, как ты начнешь разбирательство. Тогда как если речь идет о жизни и смерти, в вопросах, караемых смертной казнью, начинают всегда с оправдания. И не начинают разбирательство со стороны обвинения. Потому что мы это учим из Торы. Когда в Торе разбирается про шат сута, законы суты, женщины, которую муж подразревает в измене, написано Тогда, когда Коэн ее предупреждает перед тем, когда дать ей горькую воду, он ей говорит, смотри, если ты не лежала с этим мужчиной, и ты не осквернилась, будучи замужней, тогда будешь ты чиста, то есть не причинять тебе вреда, эта горькая вода, которую сейчас ты будешь пить. То есть начинают как бы с положительного. Отсюда мы учим, что в вопросах, и там, конечно, мы знаем, что сута умирала, если она была виновна. То есть мы видим Тора на случай, что в вопросах караемых, да, в вопросах жизни и смерти мы всегда начинаем с защиты. Еще одно отличие. Перевес в ту или иную сторону принятия решения в делах имущественных достаточно одного человека, одного суди. либо оправдать, либо обвинить. В делах имущественных, если трое судей и двое говорят виновен, а один говорит невиновен, то он виновен. Если двое говорят, что он невиновен, не должен денег, да, один говорит должен, то он не должен денег. То есть одного перевеса, одного судей достаточно. Но в вопросах, связанных с жизнью и смертью, как мы уже говорили, достаточно перевеса в одного судью только если мы хотим оправдать подсудимого. Но вот чтобы обвинить его, необходимо перевес в два судьи, а не в одного судья. То есть большинство, которое хочет обвинить и сделать подсудимого, приговорить его к смертной казни, необходимо, чтобы это большинство было как минимум на два больше, а не на одного по сути. Еще одно отличие. Дела имущественные можно пересматривать как с целью оправдать, так и с целью обвинить. То есть, если суд уже вынес приговор, а потом вдруг появляется кто-то и говорит, подождите, у меня есть показания, которые могут человека оправдать или наоборот человека сделать виновным, то мы пересматриваем заново не апелляционный суд, а как бы пересматриваем дело заново и снова разбираем его. Но в отношениях, в вопросах, караемых смертной казнью, мы пересматриваем дело только, чтобы оправдать, но не пересматриваем, чтобы обвинить. И объясняется, в Талмуде приводится Брайта. Откуда мы знаем, что если суд уже вынес приговор казнить человека и вдруг кто-то говорит, подождите, у меня есть информация, которая может оправдать этого человека. Откуда мы знаем, что мы должны вернуться и снова как бы, да, заново судить этого человека, потому что написано в Торе Венаки Аль-Тарок от чистого не убей. Что имеется в виду чистого? Чистого от греха. От греха, даже если суд его уже обвинил, но есть вероятность, что он все-таки невиновен, все равно мы должны пересмотреть дело. Откуда мы знаем, что если наоборот суд оправдал человека и один говорит, подождите, у меня есть информация, которая возможно его обвинит, мы не можем пересмотреть дело. Почему? Потому что сказано в Торе Вет Садзик Аль-Тарок Да, от Садзика не убей. Садзик от слова Шениц Тадак, то есть человека оправданного не убей. Так можно понять эту строку Тору Вафаль, пишет Инонаки. Даже если он не чист, в итоге на нем есть грех, но если так получилось, всевышно сделал так, что суд его оправдал, мы не будем пересматривать это дело, если приговор уже вынесен оправдатель, то дело пересмотрено не будет, даже если кто-то скажет, что у него какая-то вдруг информация появилась. Динэй мамоно Таколь мэнабдим Схут Вэхова Еще одно различие, в имущественных делах каждый может внести свою лепту, либо оправдать, либо обвинять человека. То есть на самом деле Бэйдин как состоял? Были судьи, которые судили, а потом были Шурот-Шурот, были ряды-ряды Талмидэй Хамим, то есть молодых учеников, которые учились, как бы они тоже там присутствовали, так вот, они тоже имели право голоса, они тоже могли поднять руку и высказать какую-то свою идею в делах имущественных. И эта идея принималась как в сторону оправдания, так и в сторону обвинения. Но Динейна Фашот, но в вопросах города, касаемых вопросах жизни и смерти, Акольминавдим Схуд, все могут высказываться, если в качестве оправдания, в качестве защиты для подсудимого, Вэйна Кольминавдим Хува. Но только судьи имеют право высказываться в отношении обвинения. То есть если кто-то из учеников, вот эти, которые сидят в трех годах, высказал свою точку зрения как довод, чтобы обвинить подсудимого, Эйн Шо Мимно, не слушаем его. Еще одно отличие, Динейма Монот, Аменамед Хува, Аменамед Схуд. Аменамед Схуд, Аменамед Хува. В вопросах имущественных тот, кто сначала считал человека виновным, может передумать и сказать, что нет, он невиновный. Или наоборот, считал невиновный, потом могут передумать, сказать, что он виновный. Но в вопросах жизни и смерти Динейна Фашот. Аменамед Хува, Аменамед Схуд. Тот, кто сначала обвинял, может оправдать. Передумать и сказать, ой, я передумал, теперь я хочу его оправдать. Но Аменамед Схуд, тот, кто изначально оправдывал, не может вернуться и его обвинить. И объясняется в Талмуде, что речь, конечно, идет только про ситуацию, когда еще идут споры между судьями. То есть в момент разбирательства. Ты изначально занял позицию защиты, то есть как бы нет, давайте оправдаем его. И тут мы только что если ты скажешь ему, что нельзя передумать, он будет искать доводы, чтобы отстоять свои слова. и будет стараться найти, да, правда, оправдач человека. Но если решение уже было вынесено, все он уже все доводы пересмотрел судья и пришел к какому-то заключению, например, обвинить или оправдать. Нет, даже оправдать, потому что обвинить он всегда может передумать. Если он решил, да, все-таки и ему кажется, что он ошибся, он может передумать и человека обвинить. Да, то есть в начале, пока идут разбирательства, да, мы говорим, что он не может передумать. Пусть он до конца, если он, да, занял позицию защиты, пусть до конца пытается защитить человека. Но если он уже услышал все доводы и дело подошло к концу разбирательства, уже как бы у него перед ним вся картина, в этот момент объясняет Гемараон, да, может передумать. То есть не то, что прямо, да, вот сказал, сразу выступил в защиту и теперь он уже до конца да, замкнут, он не может передумать. еще одно отличие, имущественные дела судят в течение дня, а вынести приговор могут даже ночью. Но в вопросах жизни и смерти даним судят днем и выносят приговор только днем. Причем вопросы имущественные выносят в течение дня как в оправдание, так и в обвинение. То есть в тот день, когда начали разбирательство имущественное, решаем лоится это псагдин, тот же день не могут вынести приговор. Но если начали разбирать днем вынести приговор этим же днем можно только оправдательный. Но если хотят обвинить человека, то нельзя выносить приговор в этот же день, ждут следующего дня. Надо с этим решением переспать. Только на следующий день, потому что возможно за ночь найдутся какие-то доводы оправдать подсудимого. по этой причине не судят человека в канун субботы и в канун праздника. Почему? Потому что может получиться, что он виновен. И тогда вынести приговор нельзя. Канун субботы это пятница, то есть надо ждаться ночи. А получается на следующий день в шаббат. Нельзя вынести приговор смертный в шаббат. Почему? Потому что его нельзя исполнить. Ведь приговор суда не отменяет субботы. Нельзя казнить человека в шаббат. По этой причине и отложить вынесение приговора на после шаббата тоже нельзя. Или после праздника тоже нельзя. Почему? Из-за инуи один. Задержки суда инуи один. Про это будем учить более подробно в одиннадцатой главе Тарасан Гедрин. Один в двух словах это что Тура требует от нас не задерживать справедливости. То есть если приговор вынесен нельзя с этим тянуть. Нельзя сразу его выносить. Нужно переспать ночь. Но два дня не более. На второй день нужно привести казнь в исполнение. Затягивать справедливостью тоже нельзя. И получается что-то поэтому не делают разбирательств в канун шаббата и в канун йомтома. И также в то есть на исходе субботы или на исходе праздника тоже нельзя казнить человека. Почему? Потому что сказано предстанет он перед Богом напротив солнца. И отсюда учит геморра что нельзя начинать разбирательство в канун субботы и переносить внесение приговора на воскресенье. Потому что есть опасения что за это время судья забудут забудут свои аргументы и свою логику которая привела их к такому решению. И причины несмотря на то что были соферы которые специальные писари которые во время заседания они записывали все доводы защиты и все доводы обвинения тем не менее тем не менее мы все равно не организовываем разбирательство в канун субботы чтобы не растягивать время на больше чем нужно из опасения того что судьи могут забыть всю цепочку своих рассуждений каким именно образом они пришли к такому выводу. Итак на этом завершилась Мишна мы с вами перечислили 6-7 различий между законами имущественными и законами которые караются смертной казнью. Это была Мишна Алиф а мы с вами скажем что наше изучение которое сегодня было в заслугу наших братьев хейну Бит Исраэль Анютуни им Бит Сара и Шевья Атак Жел Рефуа Шелема Исаак Бен Мирьям Али Ауд Авид Бен Мирьям Аерон Довид Бен Мирьям Рахель Бат Яков Абди Бен 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 Мирьям Бен Мирьям Бен Бен Продолжение следует... Друзья, я с вами прощаюсь на этом. До завтра. Всемишаркуах.